так подожди что за переменное число аргументов функциях ло так ну просто с функциями мы знакомы мы можем передавать при запуске функциям определенные аргументы в зависимости от того какие были параметры функции например то этой функции были такие параметры а b c сейчас мы рассматриваем другой другую ситуацию как переменное число аргументов и так вот три точки в языке луа три точки означает что в этом месте функция может принять переменное число аргументов что за переменное число это значит не сколько аргументов или один или два или сто тысячу аргументов и так попробуем разобраться функция f получает неизвестное число аргументов берем эти аргументы вот эти три точки обрамляем фигурными скобочками что получилось табличка и присваиваем локальной переменной тем ну а теперь в цикле перебираем все элементы таблицы от первого элемента то количество элементов таблицы ты когда мы вот так аргументы преобразовали в табличку получили обычную таблицу ты с количеством элементов решетка ты показывает равна номеру индекса последнего элемента в таблиц и так этот цикл должен вывести на экран все переданные аргументы функции f а передаем мы всего пять аргументов ну давайте запустим так запустили да все нормально все видим так как еще можно в языке луа обращаться и разбирать переданные аргументы но есть такая функция заготовочка функция называется select select так что делает эта функция у меня подсказочка высветилась select первым аргументом может идти число которое возвращает так которая возвращает все аргументы после аргумента с этим номером индекса вот здесь у меня тройка значит на печать должно вывести вывестись все аргументы начиная с третьего и до конца дальше если мы пишем здесь отрицательное число например минус 1 то тогда получим последний аргумент давайте запустим посмотрим что у нас здесь так с 3 так вот наш вывод да нормально 3 4 5 аргументы мы получили давайте попробуем минус 1 что у нас здесь получится до получили последний давайте попробуем минус 2 получили с предпоследнего и до последнего принципе довольно удобно так но также в описании этой функции select было написано что можно указать вместо числа вот такой вот вещь возвращает пятерку это количество переданных аргументов ну ладно с этим вроде все понятно так а что если мы нашей функции добавим параметры например а б и оставим после них прием множественного числа аргументов запускаем нашу функцию f и видим что на экран выводится всего три элемента значит третий аргумент 4 5 куда делись 1 2 а 1 2 аргументы попали параметр а и параметр b функции давайте проверим так ли это вы видим да вот они 1 2 1 2 кстати видите я пользуюсь функции print довольно удобно для отладки не нужно делать конкатенацию она выводит различные типы например давайте например ты попробуем вывести попробуем что-нибудь булева вот единственно что таблицу она вам конечно не выведет но по крайней мере вы будете видеть что в переменной t находится какая-то таблица дальше будете разбираться так убираем эти а и b так следующая задача мы хотим не просто вывести на экран все эти переданные аргументы а хотим чтобы функция их вернула дальше какой-то другой функции например торгу ректор так ну давайте а выведем как таблицу результат таблица нет мне не хочется чтобы водилась таблица мне хочется чтобы список аргументов был возвращен так ну тогда мы воспользуемся функции луа он пак да он пак распаковывает таблицы я преобразовывает их в список аргументов вот например у нас таблицы содержатся такие его значения 1 2 3 4 5 и мы хотим их передать в другую функцию которая принимает свои параметры а там уже задано конкретно число параметров а б и так далее 5 штук тогда мы не можем просто передать таблицу без анпака ну ладно давайте посмотрим что сейчас у нас при запуске получится результат единицы так подожди еще за единица правильно мы же распаковали таблицу т список аргументов значит при присваивании у нас в а присваивается только 1 аргумент так ну давайте попробуем переменная b cd и попробуем выведем все эти переменные смотрите тоже как удобно для отладки копировал да все отлично так если мы уменьшим количество аргументов при запуске функции что у нас будет в е аганил понятно что если мы в меньшее количество переменных присваиваем большее количество возвращенных значений то те которые значения которые которым не некуда присвоится они будут просто отброшены а если мы возвращаем меньшее количество то в лишнюю переменную будет присвоен гнил в принципе как это везде в луа так давайте еще одну вещь посмотрим у вот этой вот штуки 3 у трех точек есть интересная особенность там есть еще именованный ключ n но когда мы вот так как преобразуем в табличку т то мы этого ключа не видим давайте попробуем принт нет такого ключа давайте заменим преобразование в таблицу другой функцией здесь я вызываю эту функцию как метод класса ну я его называю классом таблиц и посмотрим все отлично при использовании функции так у нас не просто нужно перемены число аргументов преобразовалась в таблицу но еще и был добавлен помимо нормальных элементов которые у нас дальше выводится под индексами 1234 добавился еще и так можно еще кстати написать таблицу в индексе n хранится количество переданных функцию аргументов до ничего не изменилось потому что в луа можно написать и так нужно писать и вот так доступ к элементу n причем вы понимаете что n это не переменные это просто как бы красивое обозначение вот такого от варианта вот ну вроде все понятно даже мне до следующих встреч на канале